Наш первый урок для второго разряда называется «Как атаковать нерокировавшего короля». Начнём! Наш план на этот урок. Стратегия, анализ партии по теме, тактика, решение учебных задач, домашнее задание. Очень частый нерокировавший король является серьёзной проблемой. Вы должны знать, как использовать это обстоятельство. Вы должны изучить технику владения инициативой, когда новые угрозы создаются непрерывно. У противника просто нет времени, чтобы сделать ракировку. Давайте рассмотрим следующую партию. Е4, С5, конь Ф3, Д6, Д4, СД, конь бьёт на Д4. Разыгран один из вариантов сицилианской защиты. Конь Ф6, чёрные атакуют пешку. Конь С3, белые защищают её. Е6, Ж4, белые начинают атаку на королевском фланге. Слон Е7, Ж5, атакован конь. Конь Ф на Д7, Х4, подкрепляя пешку. Конь С6, слон Е3, А6. Ферзь Е2, создавая комбинационные возможности посредством конь Д5 или конь Ф5. Ферзь С7, длинная ракировка, Б5. Чёрные контратакуют на ферзьевом фланге. Конь бьёт на С6, ферзь бьёт на С6, слон Д4, Б4. Если чёрные сыграют Е5, то слон Е3. Поле Д5 становится слабым. Вернёмся к 13-му ходу чёрных, Б4. Конь Д5, белые начинают комбинацию. ЕД, слон бьёт на Ж7, ладья Ж8, ЕД, ферзь С7, слон Ф6, конь Е5. Слон бьёт на Е5, ДЕ, Ф4. У белых позиционное преимущество. Слон Ф5, слон Х3, слон бьёт на Х3, ладья бьёт на Х3, ладья С8. ФЕ, ферзь С4, ладья Д на Д3. Чёрным был бы выгоден размен ферзей. Ферзь Ф4, шах. Давайте рассмотрим ход, ферзь бьёт на А2. Д6, угрожая Д7, шах, вилка. Ладья С4, ДЕ, ферзь А1, шах. Король Д2, ферзь бьёт на Б2, ладья Д8, шах. Король Е7, ладья Д7, шах. Король бьёт на Д7, ферзь бьёт на С4, выигрывая партию. Вернёмся к 23-му ходу, ферзь Ф4, шах. Король Б1, ладья С4, Д6, ладья Е4, ладья Аш на Е3, ладья бьёт на Е3, ладья бьёт на Е3, ферзь бьёт на А4, ферзь Ф3, ферзь бьёт на Ж5. Если чёрная сыграет слон, бьёт на Ж5, то Е6, ФЕ, ладья бьёт на Е6, шах, король Д8, ферзь С6 с выигрышем. Итак, на 28-м ходу, ферзь бьёт на Ж5, ладья Е1, ферзь Ж2, ферзь Ф5, ладья Ж6, ладья Ф1, ферзь Д5, ДЕ, король бьёт на Е7. Давайте оценим позицию. На доске материальное равенство, но у белых преимущество, так как чёрный король открыт. Ферзь Ф4, атакуя слабые пешки, А5, ферзь Х4, шах, король Е8, ферзь Бьёт на А7, ферзь Ф3, ферзь Х8, шах, король Е7, ферзь Х4, шах, король Е8, ферзь С4. Чёрный ферзь Х4, шах, король Е7, ферзь Х4, шах, король Е7, ферзь Х4, шах, король Е7, ферзь Ф6. Ферзь Бьёт на А5, ладья Е5, ферзь Д8, шах, король Е6, король Б2, ф6, ладья Ф8. Всё быстро заканчивается, чёрные не могут защититься. Ферзь Ж7, ферзь С8, шах, король Д5, ферзь С4, шах. Чёрные сдались. Домашнее задание. Что будет, если белые сыграют ЕД? Проанализируйте позицию и сделайте вывод. Задание 2. Проанализируйте последствия, ладья бьёт на Ж5. Задание 3. Тактика. Ход белых. Найдите комбинацию. Задание 4. Ход белых. Найдите комбинацию. Задание 5. Ход белых. Найдите комбинацию. Ответы на задание смотрите в уроке 2. Внимание! Не решайте задание, глядя в монитор. Это вредно для глаз. Расставьте позицию на настоящей доске. Решите задание, не передвигая фигур. Решение запишите и сравните с ответами в следующем уроке. Посчитайте очки и за правильные ответы. В конце этого курса из 150 уроков вы оцените свои знания. На этом всё. Смотрите второй урок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова